Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Духа осуждения Манны с пастором там был Дженсен Франт. Много лет назад я проповедовал на этом собрании. Тогда я не мог проводить со своим сыном много времени днем, потому что я много служил, но я пообещал ему провести вечер вместе. Когда я возвращался, мы засели играть в Сегу и проиграли с 11 до 3 часов ночи. Вот так я провожу время сына. Чувствую, что так я посвящаю ему все свое время. Помню, вечером было около 11. У нас с сыном соседние комнаты. Он звал меня играть. Я сказал, сын, не хочу тебя разочаровать. Сегодня мне нужно помолиться. Он так расстроился. Я попросил жену закрыть дверь и начал молиться. «Почувствовал призыв в духе, и Господь проговорил мне, «Послушай меня внимательно, сын. Последняя атака дьявола на тело Христа и на отдельно взятых верующих — это дух осуждения». Я не совсем понял, что он имел в виду и стал искать местописания, говорящие о духе осуждения в книгах Иова и Откровения. Мы прочитали, что низвержен клеветник. Меня немного это запутало. Мы научены, что сатана низвержен с небес. Но если он низвержен, то почему в книге Иова он стоял перед троном Божиим? Если сатана низвержен с небес, то почему он клевещет на нас день и ночь? Тут какая-то загвоздка, в которой нам предстоит разобраться в ближайшее время. К чему на самом деле у сатаны есть доступ? Есть ли у него доступ к небесам и почему? Что он там вообще делает? Есть ли у него есть доступ? Мы поговорим об этом. Господь начал говорить ко мне о духе осуждения. Он открыл мне Откровение 12 главу, в которой говорится о том, как сатана напал на Израиль, когда они находились в пустыне. Помните, в Откровении дракон создает потоп, и, зарыгая воду из своих уст, женщина начинает тонуть в этих водах, но земля разверзается, поглощает воду, и ее ребенок остается жив. Господь проговорил ко мне, и я думал об этом все время там в отеле. Во-первых, дракон — это мифическое существо. Он не существует. Английский перевод Библии называет «дьявола драконом». В греческом переводе используется слово «змей». Сатана предстал в образе змея в книге Бытие и остался им вплоть до Откровения. Но в мифологии, если я спрошу вас, что исходит из уст дракона, вы ответите «огонь». И вы знаете, во всех европейских сказках дракон дышит огнем. Сатана, будучи змеем, изрыгает воду из уст. Во всех библейских метафорах, библейских аналогиях, где бы мы ни посмотрели, вода никогда не была отрицательным образом царства дьявола. Это положительный образ из царства Божьего. Мы с радостью вычерпываем воду из Божьего колодца. Из нашего чрева потекут реки воды живой. Я и залью свой дух, как дождь, ранний и поздний. В метафорах, аналогиях и параллелях Священного Писания вода всегда относится к чему-то, связанному с Духом Божиим и Божиим потоком, и Божиим движением. Итак, Бог говорил со мной тогда, и я спросил его, «Хорошо, я понимаю, что он змей, но почему у него вода изо рта?» Потому что вода должна представлять Святого Духа. И я знаю, мы можем ответить, что речь идет о потопе. Но посмотрите внимательно, вся эта история в Откровении дает нам образ того, как сатана нападает на людей. Там говорится, что он гнал их, что он поместил их в пустыню и оставил без пищи, хотел похоронить там и утопить. Это место применимо к жизни. Теперь я хочу вернуться к первоначальной мысли, вернуться к книге Иова. Эта книга не только об удивительных духовных исканиях, не только о силе и исповеди, но также о том, как сатана планирует нападение. Теперь, кто такой Иов? Очень загадочная личность. Многие верят, что он был сыном Езекии, и в книге Бытие есть слова, которые могут это подтвердить. Он жил на Востоке, где-то около Саудовской Аравии или в районе Месопотамии. Библия называет его величайшим человеком на Востоке. Речь идет о парне, у которого было 7 тысяч этого и 3 тысячи того, тысяча ослов, тысячи валов. Он был богат, поэтому он и был самым знаменитым человеком Востока. Он, вероятно, жил во времена Моисея, потому что написано, что приносил жертвы на алтарь за своих детей на случай, если они неосознанно проклинали Бога. Что же отличало Иова от остальных? Я выделил 4 характеристики. Номер 1. Достоинство. Он был непорочным. Это слово с иврита переводится как «человек чести». Второе. У него было влияние. Библия говорит, что многие люди, молодые и пожилые, приходили к воротам, чтобы услышать, что скажет им Иов. Третье. Он был ходатаем. Непрерывно ходатайствовал за своих детей пред Богом. Четвертое. Распространял свои пределы. Сатана упомянул об этом в 10 стихе. Еще разок. Он имел достоинство, большое влияние, ревность, ходатайственные молитвы, и он распространялся по земле. Позвольте спросить, что именно по-вашему преследовал Сатана? Если читать книгу Иова от начала до конца, можно заметить, что Сатана преследовал два из этих качеств. Во-первых, Сатану волновало его влияние, и во-вторых, его достоинство. Влияние относится к людям, достоинство — это то, что ты имеешь перед Богом. И влияние его было таким сильным, что когда он говорил о Боге, люди его слушали. Он был настолько известен, что когда он говорил о Боге, который благословлял его, люди говорили, «Расскажи мне о нем еще». Итак, Сатана видел, что у него было слишком много влияния, благодаря его богатству. Все хотят пообщаться с богатыми людьми, чтобы узнать секрет успеха. Как ты делаешь это? Как справляешься с этим? И его непорочность касалась его личной жизни и его хождения с Богом. Что интересно, когда читаешь книгу Иова, получаешь глубокое внутреннее откровение о том, что Сатана — наш обвинитель и клевещет на праведников перед Богом. Книга показывает нам дьявола с этой стороны, но также приводит нас в замешательство. Позвольте спросить, разве в Евангелии от Луки не написано, «Я видел сатану, спадшего с неба». Разве в Откровении не говорится, что Сатана изгнан с небес и треть ангелов изгнана вместе с ним на землю? Мы читали о том, что Сатана был изгнан в Откровении, и треть ангелов была изгнана на землю. И я, и остальные проповедники трактовали это как поражение врага. Мы видим падение Люцифера и третье ангелов вместе с ним. Дамы и господа, это в буквальном смысле стих скорби, а не победы. Сатана в настоящее время, согласно Библии, князь, господствующий в воздухе. Незаконно рожденный Бог этого мира. И согласно Иову, у него есть доступ к небесам. А Откровение говорит, что он обвиняет нас день и ночь. Итак, был ли он изгнан с небес? Да, но его изгнание было из небесного рая. И поэтому он попытался пробраться в Эдемский сад, который был раем Бога на земле, и разрушить его, потому что он сам потерял доступ к небесному раю. Он потерял доступ к тому, чтобы быть лидером прославления. Прочитайте 28 главу Иезекииля. Или мою книгу «Хроники священной горы». Если у вас ее нет, то прочитайте ее. Она взорвет ваш разум на истории Люцифера. Итак, мы знаем, что вначале у него был этот доступ. Мы также знаем, что когда он был изгнан с небес, то стал князем мира. У него есть начальство, власть и мироправители тьмы и духи злобы поднебесной. И появляется вопрос, к чему же все-таки он имеет доступ? Теперь, когда дело доходит до тронного зала Бога, тронный зал Бога — это массивная площадь. Но я хочу, чтобы вы также поняли, что в вашей Библии говорится, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать за вас. Он вечно живой. Он постоянно ходатайствует. И причина в том, что в зале суда есть обвинитель. Небеса есть часть небес, которая устроена как зал суда. И Бог имеет возможность перемещаться из одной области в другую. Христос обладает способностью перемещаться из одной области в другую. И есть область на небесах, куда сатана имеет доступ. Когда мы говорим о престоле Господа, мы должны понимать, что это очень большая территория. Но хочу, чтобы вы также поняли и увидели в вашей Библии, что Иисус жив, и Он ходатайствует за нас. Он бодрствует. Иисус постоянно ходатайствует, потому что в зале суда есть обвинитель. На небесах есть место, называемое престолом Божиим. Бог может перемещаться из одного места в другое. Христос может перемещаться из одного места в другое. И есть категория небес, куда сатана имеет доступ. Об этом сказано в первой главе Иова. «Был день, когда сыновья Божии предстали пред престолом Божиим, и сатана пришел с ними. Господь сказал сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Сатана сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Ты оградил его со всех сторон. Но стоит тебе убрать свою руку, как он проклянет тебя в лицо». И так это произошло на небесах, а потом мы видим во второй книге «Паралипоминон, что Михей выходит из темницы». Ахав хотел знать, идти ли ему на войну в Рамов Галаадский. И тогда он обратился к пророку Божьему. «Скажи правду, что ты видишь». И он ответил, «Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». И он сказал, «Я видел, как один говорил, «Я сделаю то Ахаву, а другой я сделаю другое». Но затем один дух предстал перед престолом и сказал, «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков Ахавы». Михей сказал, «Господь вложил лживый дух в уста твоих пророков, вы умрете в Рамове Галаадском». Теперь теологический вопрос. Был ли это дух, которого послал сатана, или этот дух допустил Господь? Больше всего меня интересует даже не этот дух, сколько воинство небесное, которое он видел по правую руку Бога, и воинство небесное, которое он видел по левую руку Бога. В книге Иова «Сыны Божии» — это «бне-элохим», и это «ангелы». Это слово встречается в Бытии 6 главе. В книге Иова дважды, еще четыре раза в Ветхом Завете, «бне-элохим» — «сыны Божии». И каждый раз эта фраза используется для обозначения ангелов Божьих, находящихся возле престола Божьего. Итак, к чему я веду? Сатана, в виде змея, появляется в Эдеме, чтобы обвинить Бога? Он говорит, «Еве подлинно ли сказал Бог?» Это обвинение. «Подлинно ли сказал Перри?» «Подлинно ли сказал Фрэнк?» Конечно, разговор продолжился. Важно понять, что сатана клевещет перед Богом днем и ночью. Он не мог, я повторюсь, он не мог уличить Иова во грехе, потому что Иов был праведным человеком, боящимся Бога. Вот в чем он обвиняет Иова. Неправильные мотивы. Он проклянет тебя, если ты заберешь его деньги, его овец и коз, потому что единственная причина, по которой он служит тебе, это процветание, которое ты ему дал. И как бы печально это ни звучало, есть люди, благословенные финансово, но если они это потеряют, то проклянут Бога. Реагируйте уж как-нибудь. Но Иов не стал проклинать Бога. Враг хотел, чтобы Иов остановился, чтобы он обвинил Бога и ушел от Него, перестал верить. Если внимательно читать книгу Иова, можно заметить, что сатана берет во внимание то, чего вы боитесь. Иов сказал, «Чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». Итак, страх, послушай внимательно, это правда. Страх, который ты озвучиваешь своими устами, о котором ты постоянно говоришь, будет услышан в духовном мире и сообщен твоему обвинителю. И твой враг, твой обвинитель направит на тебя всех своих злых духов на законных основаниях в соответствии с тем, что ты сам говоришь. Я вас уверяю, так оно и есть. С июля по декабрь 77-го года, я не так часто это рассказываю, потому что, когда люди никогда не испытывали подобного, они могут подумать, что я преувеличиваю, но все-таки это чистая правда. В июле 77-го года я был в доме моего дедушки Дэвиса в штате Вирджиния. Я пошел в спальню наверху, лег на кровать и почувствовал, будто 200 постельных клопов кусают мои лодыжки, ноги и спину. Я вскочил с кровати, осмотрел всю постель, но это продолжалось, и, наконец, я просто спустился вниз и уснул на диване. На следующую ночь я снова уснул в спальне и снова чувствовал жуков, как будто что-то кусало меня. Это были не нервы. Я чувствовал укусы, что-то кусало меня. Я снова ушел спать вниз. Потом я поехал на служение в запад Вирджинии, в маленькую церковушку в горах. Я помню, как в тот вечер меня поселили в небольшой домик, принадлежащий пастору. Я лег спать, и стены начали сдвигаться. Мне действительно казалось, что стены надвигаются на меня. Потом я стал все чаще оставаться дома. Моя мама это помнит. Если бы мой отец был здесь, он бы рассказал подробнее. Я помню, как просыпался ночью, слыша звуки. Я слышал какие-то шорохи в комнате, странные звуки. Я анимевал с головы до ног, не мог говорить, не мог двигаться. То же самое начало происходить со мной в дороге. Раз в неделю, два раза в неделю, далее три. Все стало настолько плохо, что я просыпался и слышал голоса, проклинающие меня, угрожающие убийц. Мужские голоса, это были злые духи. И это продолжалось в течение полугода. Онемение, голоса, духи. Дважды я видел их в капюшонах. Я не мог разглядеть лиц, потому что их закрывал капюшон. Я спрашивал, «Боже, что это? Пожалуйста, скажи мне, почему это происходит?» Я не понимаю. Но в ноябре месяце я проводил время с проповедником по имени Джим Энгл, замечательным человеком. Я сказал Джиму, «Джим, вот через что я сейчас прохожу». И Святой Дух сошел на Джима. Никто не сказал мне этого. Мой отец не сказал мне этого. Ни один проповедник не сказал мне этого. Ни один наставник не сказал. Я постоянно спрашивал, «Почему это происходит? Почему я вижу все это?» И, наконец, это произошло. Внезапно Джим Энгл сказал, «Святой Дух дал истолкование языков через него. Сынок, а вот что происходит. Ты молодой человек, горящий для Бога. Ты постоянно постишься и молишься. Ты уникален для своих восемнадцати. Ни один восемнадцатилетний подросток не делает того, что делаешь ты. Господь возлагает на тебя большие надежды, а дьявол испытывает тебя, чтобы посмотреть, устоишь ли ты или нет. Ты не думал об этом, мой служитель Перри? И вот я в его кабинете, сбитый с ног, весь в слезах, сокрушен как никогда, но это слово стало моей опорой. Я не знал, когда наступит мой прорыв. Однажды, 1 января 1978 года, в три часа утра, в новогоднюю ночь, я помню, что проснулся от того, что у меня тряслась кровать. Я подумал, «Боже мой, опять!» Мой брат лежал на соседней кровати, свет горел, я сначала подумал, что это он шутит надо мной. Но что-то схватило меня за ногу и тянуло. Я проснулся, я не спал. Нечто тащило меня за ногу. И впервые за полгода мой дух закричал, не из разума, не из головы, но изнутри я закричал «нет!». Своими устами до этого я никогда не говорил «нет». Послушай, каждый раз до этого мне было страшно. Каждый раз меня одолевал страх. Я не мог говорить, я боялся. Я не мог запретить им. Я боялся, когда это прекращалось. Я боялся, что это вернется. Боялся и снова боялся. Но внезапно поднялся Дух Божий. Я услышал, как Господь сказал мне, «Сын, пока ты жив, сатана будет использовать то, что ты видишь, слышишь и чувствуешь против тебя». Но пора тебе встать на то, что не изменится. Пришло время встать на моем слове. Теперь, если хотите узнать, почему я начал изучать Библию по 12 и 15 часов в день, то вот почему это произошло, потому что я настолько вошел в слово, что, что бы ни происходило со мной, я реагировал на это словами из Писания. Когда враг пытался зайти снова, когда он пытался атаковать, на самом деле в капюшонах больше никто не приходил, но были времена, когда я чувствовал, как эти Духи входили и стояли рядом, они даже толкали меня в гостиничном номере, но на все это я говорил следующее. «Ребята, шли бы вы куда-нибудь отсюда, потому что я знаю, кто вы, и у меня нет на вас времени». «Смелость в Духе Божьем, смелость Святого Духа сошла на меня, и больше я ничего не боялся». Теперь, когда они узнали, услышьте меня, Господь здесь, когда они узнали, когда эти Духи узнали, что у меня нет абсолютно никакого страха, во мне не было никакого страха, они буквально не могли больше атаковать. В книге Иова написано, «Чего я боялся, то и пришло ко мне». Он боялся, что его дети проклянут Бога. Сатана сказал, «Иов проклянет Бога». Так он услышал, «Ой-ой-ой, дети могут проклясть Бога, а я не хочу, чтобы это происходило». Он так зациклился на том, что может случиться. Враг все это слышал и знал. Он пришел к Богу и сказал, «Иов боится тебя проклясть. Забери его деньги, и он проклянет тебя». Иов этого не сделал. Так, ладно, идем дальше. «Тогда забери его здоровье, и он проклянет тебя». И Иов, сидя в пепле, скобля свои гнойники с червями, куском черепицы, ужасная боль, и он не стал проклинать Бога. И вот, что я хочу сказать. Почему Бог дал ему двойную часть? Потому что дьявол сказал, что он проклянет его дважды. Он дважды не проклял Бога. И Господь, видя это, сказал, «Я удвою его благословение, потому что он не отказался от меня». Вы еще здесь? Теперь я хочу взглянуть на некоторые его стратегии. Я хочу быстренько пробежаться по ним и дать вам основные места из Писания. Стратегия врага заключается в следующем. Номер один. Стратегия клеветника состоит в том, чтобы попытаться заставить твою веру потерпеть неудачу. Евангелие от Луки, 22 глава, 31 и 32 стихи. «И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Петр бы так расстроился, узнав, что он сделает. Помните, как он горько рыдал? Это описано в Библии. Враг намеревался осудить его. Поэтому Иисус сказал, «Я буду молиться, чтобы твоя вера не оскудела в испытании, которое тебе предстоит пройти». Так как же сатана угошает нашу веру? Например, у вашего близкого человека обнаружили рак. Все постятся и молятся, и верят в исцеление. Но в один день вам звонит врач и говорит, что он скончался. Враг будет обвинять тебя. Он скажет, что это все твоя вина. Надо было больше молиться, больше поститься. Но это говорит не Бог. Бог не станет осуждать себя в этой ситуации. Все, что тебе нужно сказать, «Господь дал, Господь взял. Благословенно имя Господа. Однажды я увижу его на небесах. Это все, что ты можешь сделать. Есть люди. Я встречался с женщиной на прошлой неделе в Огайо. Ее муж был врачом. Он вколол себе смертельную дозу какого-то препарата, и она даже не поняла, почему он это сделал. Это произошло два года назад, но около месяца назад она давала интервью и плакала, говоря, что я сделала не так, в чем я виновата. Люди — это клеветник. Когда происходит что-то, над чем вы не властны, когда что-то случается, и вы не можете вернуться назад и отменить это, помните, что Бог не осуждает вас. Он не упрекает вас, говоря, «Ну вот, надо было больше молиться, надо было с ним поговорить. Это клеветник братьев наших. Становится на пути вашей веры». Он пытается посеять сомнения. Может быть, Бог не всегда благой? Должно быть, Он не так уж и сильно тебя любит? Или у тебя не хватило веры, чтобы исцелиться, чтобы тот человек выздоровел? Если бы у тебя действительно была вера, этого бы никогда не случилось. Это ложь, которую обвинитель приносит, чтобы люди потеряли свою веру. Потому что Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Я с восторгом представляю вам наше новое предложение под названием «Апокалипсис легкий для понимания». Наконец-то есть ресурс, помогающий лучше понять книгу Откровения. Многие люди избегают изучения Откровения, боясь не понять ее символизм. А ведь это единственная книга, в которой есть обетование благословения для читающих и соблюдающих. Я записал двухчасовую программу, в которой простым языком объясняю историю, символы и предсказания Откровения. Я использую простой метод обучения. Молодежь говорит им впервые все понятно. Я прошу вас приобрести эти две DVD-программы с легкими пояснениями. К ним я прилагаю два аудиодиска, в которых я говорю о воинственной ходатайственной молитве в момент серьезной атаки. Моя проповедь называется «Сатана, руки прочь от моей семьи». И вторая проповедь называется «Как сломить сатанинское сопротивление вашей семье». «Как сломить духи тьмы, восстающие против ваших детей». Это предложение этой недели. Если вы закажете прямо сейчас, я добавлю к заказу еще один диск. «Женщины» вам понравится. Он называется так. «Пять женщин в жизни Иисуса». В Новом Завете в родословии Иисуса упомянуто пять женщин, и каждая из них представляет собой одну из женщин, находящуюся в любой церкви мира. Какой женщиной являетесь вы, вы сможете понять, прослушав эту проповедь. Итак, ваши шаги. Мы просим вас прислать пожертвования 30 долларов, чтобы наша программа продолжала выходить в эфир. Укажите номер заказа. AME 129. Позвонив по телефону, указанному на экране. А также вы можете заказать онлайн на нашем сайте. Мы надеемся услышать вас как можно быстрее, чтобы вы смогли получить наш ресурс «Апокалипсис легкий для понимания». Пишите сегодня. Да благословит вас Господь! Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Не переключайтесь. Очень важная информация. Советую послушать про совершенно новое предложение. «Апокалипсис стал проще». Сделали его несколько лет назад. Шквал заказов от тех, кому непонятно откровение. Купите себе или друзьям. Послушайте расписание на сентябрь. С 7 по 9 сентября мы посетим Миддлтон, Огайо. Будет конференция. 11 сентября. Индепенденс, Кентукки с пастором Томми Бейтсом. С 14 по 16 сентября. С пятницы по воскресенье. Конвой, штат Арканзас. Либанун, Огайо. 19 сентября. Это среда. Пастор Таг Роджерс. Одна литургия. В Берривилле. Арканзас. 26 сентября. С 28 по 30 сентября. Вест Монро. Лос-Анджелес. С пятницы по воскресенье. Также будет собрание в субботнее утро. Вдобавок, собрание для партнеров в субботу после полудня. Приходите и присоединяйтесь. После служения будут книги и автограф-сессия. Фестиваль осени в субботу вечером. Вкратце напомню, если вы не в США, регистрируйтесь на сайте. Здесь есть библейская школа. Будет первое вручение сертификата. Брат из Кении прошел курсы. Ему-то мы и вручим сертификат. Вот ссылка, заходите туда. Там есть куча дисциплин, демонология, секреты молитвы на иврите. Как все непросто вместить в отрезок времени. Вот что самое важное. Примите Иисуса Христа Господом и Спасителем. Призовите Его. До свидания. Этой осенью в Омега-центр с 4 по 8 октября в Кливленде пройдет главное событие года. Вы услышите сильные проповеди Пэри Стоуна, Кевина Уоллеса, Томми Бейтса и Рона Карпетнера. А прославление от Линды Лакули. В субботу вас ожидает ежегодный осенний фестиваль, где будут аттракционы для детей, прекрасная еда и особенная музыка от хора Университета Ли. Более детальная информация на сайте. Не пропустите главное событие этой осени. С нетерпением ждем встречи с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова